Дэвид Уэллс Что я знал о России до своего приезда сюда? То, что есть Санкт-Петербург, Москва. Я мало что знал о других городах России. Я ничего не знал о Екатеринбурге. То немногое, что я знал, я подчеркнул из фильмов. Я знал, что Россия — это холодная страна, и что здания здесь серые и непривлекательные. В 2007 году я прилетел в Екатеринбург. Стоял июнь месяц, и шел снег. И сойдя с самолета, я подумал, нет. Я не хочу жить в России. Здесь летом идет снег. Что бы я посоветовал своим друзьям в Екатеринбурге, что бы им понравилось здесь, я бы посоветовал сходить в баню. Мне действительно это нравится. Это настолько не походит на то, что у нас есть в Америке. У нас нет бани. У нас есть сауны. Люди идут в сауну после того, как позанимаются в спортзале. На 10-15 минут. Но в России люди приходят в баню, чтобы провести там время. Они могут сидеть там часами, разговаривать с друзьями, о жизни, знакомиться. Поэтому я однозначно бы сказал своим друзьям что бы я показал своим друзьям в Екатеринбурге. Платинку. Это красивое место и зимой, и летом. И зимой, когда пруд застыл. И летом, когда можно покататься на лодке и посмотреть на город с разных ракурсов. Еще я бы посоветовал сходить в парк Маяковского. Там много аттракционов. Это большой парк. И еще я бы порекомендовал сходить на Метеогорку. Это отличное место. Оттуда можно любоваться панорамой города сверху. и получать хорошую виду, о чем она выглядит. Что в России мне показалось странным, необычным? вот один из моих первых опытов в России. Мы плавали в озере, и началась гроза. Мы слышали гром, видели молнию. В Америке мы бы сразу выбежали из воды, потому что это опасно, можно погибнуть. но в России мне мои друзья говорили, не волнуйся. И они продолжали плавать и получать удовольствие. А я подумал, боже мой, нужно быстрее выбираться из воды. Но меня уверяли, что ничего плохого не случится. И это для меня было странно. Вот так вот отличается российский и американский менталитет в таких простых вещах, как плавать во время грозы. Какой Новый Год не запомнился. Наверное, это был первый или второй мой Новый Год в России. Мои друзья предложили, давай поедем в Ледовый городок. Я подумал, почему нет? Отличная идея. Я хочу посмотреть на Ледовый городок. Мы приехали туда примерно в 11 вечера. Там было много людей. Не только из Екатеринбурга, но и из других городов. Ко мне стали подходить люди, чтобы сфотографироваться вместе. Я не мог сделать и пяти шагов. И так продолжалось минут 15. Я подумал, это просто как-то глупо. И друзья мои сказали, да, это просто глупо, мы не для этого приехали. И мы поехали домой. Но этот Новый Год мне запомнился. Теперь я знаю. В Новый Год в Ледовый городок я не поеду. В Америке самый главный праздник для нас это Рождество. А для россиян это Новый Год. В Америке у нас есть Санта-Клаус. И в торговых центрах дети выстраиваются в очередь. Там можно увидеть эльфов, маленьких помощников Санта-Клауса. И дети садятся на коленки к Санте и говорят, Санта, принеси мне на Новый Год паровозик или какой-нибудь другой подарок. В России, чтобы получить подарок, нужно что-нибудь сделать. В Америке мы просто говорим, Санта, принеси мне. В России дети должны рассказать стишок наизусть или спеть песенку. И тогда Дед Мороз принесет им подарок. Вот в этом заключается большая разница между нашими странами. У нашего американского Санта-Клауса есть жена Миссис Клаус. А у русского Деда Мороза есть внучка Снегурочка. В Америке у нас как-то не принято говорить тосты ни на Рождество, ни на Новый Год. Но в России тост это что-то важное. Это что-то принципиальное для российской культуры. Тосты могут занимать много времени. И люди желают друг другу счастья, финансового благополучия, много денег, успехов, семейного счастья. И мне нравится это в российской культуре. Пожелания бывают очень разнообразны. Но когда доходит дело до меня, мне трудно что-либо сказать. У нас это не принято в Америке. И даже на вечеринках в честь дня рождения все, что я могу сказать это с днем рождения. В России три вещи, без которых Новый Год немыслим. Это стол, на котором стоят мандарины, салаты, оливье, селедка под шубой. Я не помню всех названий салатов. салаты с крабов, другие. Должно быть много еды. Второе, это рождественская или новогодняя елка. и третье, это речь президента. Без президентской речи Новый Год наступить не может. Вот три обязательных атрибута Нового Года в России. Если вы, конечно, не спите, но я думаю, в Новый Год в России не спит никто. Новый 2016 год уже совсем близко. Я бы хотел пожелать всем много любви, счастья, успехов в Новом Году. Пусть Новый Год будет интереснее и благополучнее предыдущего. Пусть ваши мечты и желания сбываются. А теперь я хочу исполнить песню. Пусть Новый Год Холли Найт The stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's birth Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth The thrill of hope the weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn all on your knees oh hear the angel voices oh night divine oh night when Christ was born oh night divine oh night divine night night divine and and rations love to you and Lo y y y Продолжение следует...